Поднимается, ну, практически год. Вы будете как-то... Или как-нибудь... Расскажем. Просто расскажем, да? Значит, по поводу того вопроса, который поднимался... На митинге. Да, на митинге. Значит, в прошлом году, или в 2012 году, я сейчас точно даже... Давайте сейчас не сосредоточусь. Значит, вдовы чернобыльцев при подтверждении статуса. Статус вдовы чернобыля определяется комиссией при областной администрации. Определяется статус. Согласно этого статуса, из средств государственного бюджета дается возмещение на льготы, которые предусмотрены законодательством. Это на оплату коммунальных платежей в размере до 50%. Так как в 2012 году было принято еще выделение вдовам чернобыльцам, так же, как и вдовам афганцам, ежемесячно по тысяче гривен, происходило... Ну, как бы... Вдовы периодически приносят документы, обновляют их. И в процессе обновления этих документов управлением социальной защиты было подано Наталье Владимировне Рябовой пакет документов, где было взвесовано, выяснено, что Наталья Владимировна вышла повторно раз замуж. По законодательству, если вдова повторно выходит раз замуж, она уже не считается вдовой. У нас, так как возмещение происходит за счет государственного бюджета и за счет местного бюджета, значит, нами был направлен запрос в областную комиссию эту и направлены документы туда, которые бы произошли изменения у вдовы. Решением областной комиссии при областной администрации было вынесено решение о лишении статуса Натальи Владимировны вдовы чернобыльца. Это решение было направлено в управление соцзащитой и протокольно прописано, что должно быть вручено Наталье Владимировне и где она лишается льгот. С этого момента, как управление соцтруда получило это постановление протокол комиссии областной, были приостановлены выплаты тысячи в месяц и приостановлена льгота по тарифам, о чем Наталья Владимировна была уведомлена. Наталья Владимировна была не согласна с этим решением, она имеет на это право как человек и дальше оскарживает и протестовывает те решения, которые были. она подала в Некопольский городской суд на управление социальной политики, на управление труда позов о отмене решения этой комиссии и о выплате этих средств. так как мы не устанавливаем ей этот статус управления или даже на уровне города, а выплаты происходят и льгот, и тысяча по этому статусу, по этому протоколу, то есть мы оскаржили решение суда и подали в апелляцию. Это законное наше право. И как будет дальше разворачиваться событие, будет назначен суд, судебное слушание и будет принято какое-то решение. Но я еще раз хочу сказать, что мы на уровне города не устанавливаем статус именно этой категории. Мы выплачиваем пособие или льготу по установленному статусу областной комиссии. Вот в принципе об этом, наверное, и идет разговор Натальи Владимировны. Когда они направили на имя Михаила Аркадьевича уведомление, что они сегодня в пятницу будут проводить митинг, там шел даже и о возможности голодовки, мы пригласили Наталью Владимировну и членов женщин ее организации и постарались обговорить, и все-таки, чтобы не доводить до голодовки, потому что мы понимаем, что все эти люди, это никому не нужно. Постарались обговорить эти вопросы. На этом были также присутствовали депутаты городского совета, член организации Чернобыльцев, или участник событий на Чернобыльской аварии, на Чернобыле это Плашихин, также был председатель организации. Ну мы хотели все вместе обговорить этот вопрос, но честно скажу, разговор получился очень, ну такой эмоциональный. Наталья Владимировна все равно осталась при своем интересе, некоторых пооскорбляв, и уйдет. То есть можно расценивать сегодняшнюю вот эту забастовку, просто лабирония собственных интересов? Ну вы знаете, да, не хотелось бы так говорить, но вопрос только вот в ней одной. Все льготы, которые положены, ну женщинам, вдовам, у кого есть документ на это, он выплачивается. Организация финансируется на основании тех средств, какие были затверждены сессией. Выделяются средства. Ну мы стараемся, может быть здесь бывают какие-то задержки, но в принципе средства выплачиваются, мы финансируем, может быть по казне бывают какие-то, ну задержки в платежах. Но чтобы они не финансировались, или кто-то умышленно, боже, сохрани это, но пытался делать, ну мы стараемся, чтобы люди, которые и так в жизни имеют определенный, ну, обид... Ну, как их... Ну, понятно. Да, ну не обижены, это неправильно сказать, а... Которые, несчастья, да, в жизни случились, вот, чтобы... Ну, стараемся. Ну, такая ситуация. Поднимался вопрос, что не... Нужно же этот статус еще завоевать, так сказать, жены чернобыльца. Нужно документы отправлять, много пакет документов. Вот. А поднимался вопрос о том, что незачем этот пакет документов никуда отправлять и как-то подтверждать свой статус. А, я понял. Зачем у них интересует, зачем каждый год подтверждать статус? Вообще, ну, как рассказывала руководительница ихня, что у них 60 человек в организации. У них 60. Часть вдов чернобыльцев находится в организации именно Союз Чернобыль, а часть находится в организации Вдовы Чернобыль. То есть их... Именно вдов 60. Вдов, ну, пособия получают... Ну, может быть, Наталья Владимировна в ее организацию ходят там. Она и с районом работает, и с... Ну, в общем... Их, ну, выплат у нас 43. Да, она, как и сказала, что у нее там 60 человек, а получают 43. А остальные не получают, потому что им нужно еще пройти этот процесс подтверждения статуса. Скажите мне, пожалуйста, когда мы получаем какую-то выплату, да, то есть все, что связано с денежными средствами, мы подтверждаем право на получение денежных этих средств. То есть когда мы получаем зарплату, нам, наверное, да, мы приходим, устраиваемся на работу, нам там отмечают, табилируют. Когда мы получаем больничный лист, да, мы приходим, сдаем больничный лист, хотя, может быть, кто-то и знает, да, что там, кто-то болел. Кто возьмет на себя сегодня ответственность, вот кто из работников возьмет на себя сегодня ответственность, выплачивать средства, ну, выплачивать деньги за государственное и местное бюджет, не подтвержденное ничем. Ну, подтвержденное то, что она жена Чернобыльца, который умер. Нет, статус жены Чернобыльца присваивается областной комиссией. Это не, ну, это статус определенный. Он в себя включает определенный перечень, понимаете? Поэтому статус этот дает получение льгот. И это законодательством установлено. Отменить это, отменит законодатель вот эти требования к получению этого статуса, ну, мы являемся исполнителями. То есть мы выплачиваем, принес человек документ, родился ребенок, да, человек принес документы, что у него родился ребенок, мы выплачиваем пособие на рождение. А другой родился ребенок, а он не принес эти документы, да, ну, его нету, ну, по-всякому. Ну, единственное, нужно же помогать пробивать эти вопросы. Смотрите, если к тех, кто к нам обращаются люди, не только в довыче, но к нам обращается очень много людей, которые требуют социальной защиты. Это, ну, большая категория людей, жителей нашего города. И все, что в наших силах, мы в обязательном порядке стараемся людям помочь. Но, опять же, в рамках действующего законодательства. Потому что на сегодняшний день работники местного самоуправления, они подвержены закону о коррупции. И любое их деяние, ну, которое будет, ну, направлено не так, оно может расцениваться, как получение определенной выгоды. В чем, собственно, Наталья Владимировна и упрекает многих из нас. Только вот мне бы хотелось узнать, какую выгоду мы все из этого получаем. Ну, конкретно не говорилось. Почему не говорилось? Я вам могу пока лазать. А, конкретно не говорилось. Ну, не только она это говорила. Ну, не все. Не одна она.